Доброе утро, уважаемые земляки! Сегодня ситуация остается напряженной в республике. Всего у нас 59 человек с момента начала эпидемии в республике зарегистрированы с коронавирусной инфекцией. За этот период выписано у нас 9 человек. К сожалению, у нас начались потери. Погиб один больной в инфекционной больнице, так что ситуация остается очень сложной. Больной был возрастной, с тяжелыми сопутствующими патологиями, но, к сожалению, несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалось. К сожалению, должен констатировать тот факт, что, скорее всего, это не последние потери, которые он понесен с коронавируса. Потому что число больных, которые поступают к нам в возрасте 165 лет, очень велико. И это говорит о том, что данное направление у нас до конца не отработано. Мы не защищаем своих судьбов так, как должны были бы защищать. Очень много пожилых людей обращаются. Сейчас у нас в госпитале, здесь на базе наркодиспансера, находятся пациенты в возрасте до 90 лет. Поэтому, уважаемые друзья, защитите своих близких в первую очередь. Потому что без этого никак нельзя обойтись. В преддверии праздников православных, таких как Пасха, я хочу обратиться ко всем жителям республики. У нас традиционно на Пасху все ходят на праздничество, встречаются с родственниками, приезжают из других районов, регионов. Собирается вся родня за одним столом. Уважаемые друзья, в этом году этого делать категорически нельзя. Ни в коем случае. Почтите память своих близких каким-нибудь другим способом. Не собирайтесь в массовые кампании. Не выходите на кладбище. Пропустите службу. Я думаю, что в этом ничего страшного не будет. Потому что обычно после таких массовых скоплений народа начинаются, соответственно, и массовые поступления к нам в учреждения. На сегодняшний день наши лаборатории и Роспотребнадзора в Министерстве здравоохранения получили полную аккредитацию. И теперь мы не будем отправлять анализы в федеральные центры. Все подтверждение будет проводиться на местном уровне. Это значительно ускорит диагностику и значительно ускорит тактику ведения больных. На сегодняшний день могу ответственно заявить, что те медицинские работники, которые работают, они работают с полным напряжением, буквально в круглосуточном режиме и с максимальной отдачей всех своих моральных и физических сил. Поэтому, люди, помогите, пожалуйста, медикам. Не выходите из дома. Соблюдайте режим самоизоляции. Я каждый день говорю одно и то же, но пока, к сожалению, мы не видим спада количества заболевших. И я думаю, что число заболевших будет нарастать. Поэтому, уважаемые жители, еще тысячу первый раз оставайтесь дома. Субтитры сделал DimaTorzok